Это больше доклад не о том, что такое веб-компоненты, как они изменились в 1090 году, потому что разница между 1019 и 1018 годами особо поменялась, хотя я надеялся. Это больше как крик души и плач о том, что не все так хорошо на текущий момент. Давайте приступим, посмотрим, что такое вообще веб-компоненты, с чего они состоят и что это за стандарт текущий. Веб-компоненты это набор API, которые нам позволяют создавать новые кастомные элементы, которые реюзабельные, с инкансулированным HTML, CSS и так далее. В принципе, я думаю, все стыкались с веб-компонентами. Такие теги, как аудио, видео, это являются веб-компонентами, которые имеют себя в ShadowDom и тому подобное. Также есть библиотеки, которые позволяют нам более удобно работать с веб-компонентами. Такие основные четыре строительных блока можно выделить для веб-компонентов для того, чтобы их создавать. это кастом элементы, потом ShadowDom, ES-модули и HTML-темплейты. И сейчас более детально поговорим о них. То есть, что такое кастом элементы, как они создаются. Сейчас, так как у нас появился такой синтаксический сактор, как классы, это стало более удобно. Поэтому сейчас создается кастомный элемент, как класс с названием, который наследует базовый класс HTML-элемент. Вот. И чтобы отобразить этот элемент у нас на странице, мы дальше должны его задефинить у нас в доме. То есть, это есть глобальный объект как основной элемент, с которым есть метод define. Мы пишем, какое название тегов хотим использовать и передаем туда наш созданный класс уже. Вот. Какие основные есть? Тут написано reactions. Ну, это, грубо говоря, cycle hook'и у веб-компонент, ну, кастомных элементов. Это connected callback, disconnected callback, attribute change callback и конструктор. Вот. Connected callback вызывается тогда, когда кастомный элемент попал в наш дом, то есть появился в доме. disconnect, это когда его удаляется или убирается с дома. И attribute change callback, это метод, который позволяет нам следить за изменениями каких-либо атрибутов и реагировать на это. То есть, когда они там добавились, изменились, удалились и тому подобное. Пока нет никаких вопросов? Да. Свойства и атрибуты в кастомных элементах. Тут были детально. А, наверное, не добавил. Слайд забыл. Вот. Грубо говоря, кастомные атрибуты отображаются также и у нас, которые добавлены в дом, были прокинуты через атрибуты, могут использоваться внутри нашего кастомного элемента. То есть, через ZYS мы можем обратиться к каким, ну или забрать какие-то данные с атрибутов. Одна проблема, которая уже сейчас возникает в использовании веб-компонент и их реализабельности по сравнению с тем же реактом или ангуларом в том, что у нас атрибуты могут принимать только простые значения, ну примитивы, такие как строки, наборы и булевое значение. Поэтому это наносит свои ограничения для дальнейшей работы. Вот. Дальше мы можем задать какой-то контент у нас внутри кастомного элемента. То есть, мы, например, используем connected callback. Тут через оператор ZYS мы просто сетим, например, через html. Через ZYS мы и на html можем задать какой-то контент внутри нашего кастомного элемента, который мы хотим отобразить. Вот. Дальше кастомные элементы также могут, ну, для того, чтобы инкапсулировать там стиль и все остальное, плюс быть более реализабельными и не иметь никаких сайта эффектов. Надо использовать Shadow DOM, короче. Вот. Чтобы задефинировать Shadow DOM, мы должны... У кастомного элемента есть такой мета, как attachShadow, туда передается мод, объект. Ну там еще другие параметры, я их не рассматривал. Вот. И потом у нас есть объект Shadowroot, в который мы можем добавить уже наш контент какой-то. Тут я использую, например, там, темплейт просто, html-темплейт, который я создаю так же само внутри компонента. Также, ну, здесь рассмотрено, когда мы наследуемся от html элемента, но если нам необходимо более специфично, например, какие-то сделать кастомные кнопки и не хотим описывать полностью всю структуру кнопок и так далее, там, параграф или лист айтема и тому подобное, есть возможность наследоваться от уже других предефайнутых html элементов, типа, там, html-button элемент, html-лист айтем элемент и тому подобное, что дает больше гибкости и, в принципе, упрощает нам в некоторой сути жизнь и работу вот с веб-компонентами в целом. То есть оно позволяет нам дальше использовать там какие-то использовать или реагировать на какие-то атрибуты, которые изменяются и так далее. Вот. Что такое вообще ShadowDom и зачем он нужен? ShadowDom это, грубо говоря, как отдельный дом 3 внутри нашего дома, которое изолировано от всего внешнего. Вот. Оно позволяет нам инкапсулировать стили, которые не будут иметь эффектов, что потом в дальнейшем нам позволит сделать и писать более простые селекторы, не углубляться, не использовать там какие-то металлогии типа BEM-а, то есть можно писать более простые стили. Дальше позволит нам легче работать с домом и думать о самом приложении, не как о большом дом-дереве, а в разрезе большого дом-дерева, а не в разрезе еще маленьких каких-то элементов. то есть у нас логика будет и все остальное инкапсулировано внутри нашего ShadowDom. Так. Вот. Тут, в принципе, то же самое. Дальше, что такое слот-элемент и слот-тег. Для того, чтобы отображать то, что мы передаем внутрь нашей компоненты, то есть если мы, например, хотим какой-то отобразить какую-то внутренность. Вот. Типа как ng-темплейт, не, не ng-темплейт, если в Angular, то это... А, если в React, например, это Children. Вот. В Angular это ng-контент, который мы можем отображать. Вот. Для этого используется такой слот-тег, и внутрь него будет помещаться то, что мы указали между открывающим и закрывающим тегом наши веб-компоненты. Вот. Весь контент, который мы туда поместили, он будет отображаться внутри нашего веб-компонента. Что позволит нам или его изменить, или просто более гибко с этим работать в дальнейшем. Вот. Ну, на самом деле сейчас поддержка веб-компонент не особо хорошая. То есть, как видно, что у нас E-Edge проседает Firefox, не очень сильно поддерживает. Ну, возможно, это устаревшие уже данные. Да. Ну, тут Chrome 60 еще. Вот. Но на текущий момент поддержка небольшая, поэтому используются разнообразные полифилы и другие библиотеки, которые полифилеты, это типа там полимера того же самого и так далее. Которые, в принципе, упрощают нам жизнь и работу с веб-компонентами. Тут я привел пример просто, какая разница между тем, как отрендерить тот же самый список в React и в HTML, ну, в веб-компоненте, например. То есть, если в React это просто занимает одну строчку и все очень лаконично выглядит, то в веб-компонентах уже начинаются некоторые сложности. Плюс ко всему, если у нас есть какой-то динамически генерируемый список и так далее, есть сложности в том, чтобы трекать и проверять то, что только должно быть обновлено, а что не должно быть обновлено и так далее. То есть, это уже накладывает, надо писать свои велосипеды и тому подобное для того, чтобы сделать более продуктивным наш код. Вот. Когда я первый раз узнал вообще про веб-компоненты, я выглядел вот так вот приблизительно и сказал, что это будущее и за этим, ну, и скоро мы откажемся от любого фреймворка, который, ну, от любых фреймворков, типа там, или в библиотеках, React и так далее. Но и даже у меня возникла идея связать веб-компоненты с редаксом и сделать какое-то приложение на этом. Вот. Дальше прикрутить роутинг и все остальное, и сделать это все на тему. Вот. И я подумал, что это неплохая идея. И накидал небольшое приложение. Сейчас. Sorry. Вот. И у меня получилось, в принципе, ну, какая-то тудушка, в которую можно добавлять, edit-ать или удалять элементы. Вот. Все это скручено с редаксом. То есть, если посмотреть, как выглядит код. Я еще использовал декоратор для того, чтобы не дублировать, например, тот же самый ConnectStore и импорт в каждом из элементов. поэтому я использовал обычный декоратор для того, чтобы каждый маякбэп-компатент, если мне необходим по 3-стор, я просто применял этот декоратор. Вот. Вот. Например, моя была там ToDo форма, на которую навешивался этот декоратор ConnectStore. Вот. Вот. Дальше есть какой-то определенный тут темплейт, который я использовал в инкапсулированной сети. И что здесь чаще всего мне приходилось использовать? The Connected Callback. Вот. The Connected Callback я не использовал. Ну, там можно подписываться от Store и так далее, чтобы не сохранялись подписки. Вот. Ну и, в принципе, стандартно диспатчились экшены по каким-то действиям. То есть, там, edit и delete. Вот. Вот. Дальше было подписано. И вот здесь вот самое плохое, что я сделал, я пытался сделать Sway, но у меня не получилось немного. Получается, у меня каждый раз, когда у меня обновляется State, у меня ререндерится список айтемов. То есть, любые изменения, они полностью переничивают список и не трекают только определенные, ну, не работают только с определенными данными элементами. Вот. Поэтому, получилась вот такая вот штука. в принципе, это то, до чего я дошел, но можно сделать возможно красивее. вот. И все это, грубо говоря, через композицию я сделал, просто собрал в кучу и дальше это использовалось в HTML просто как вот. Тудуап. Если посмотреть, как он выглядит внутри, то получается у нас есть тудуап и там внутри уже наши остальные компоненты, которые также ни на что не влияют и занимаются только своими. То есть, ну, я не проверял там, например, те же самые стили пересекающиеся и так далее. Вот. Ну, в принципе, я, ну как, я здесь не проверял. Вот здесь просто получилась вот такая вот небольшая приложение. Ну, минус в том, что каждый раз оно переничивается. Если бы сделать, конечно, красивее, то было бы лучше. Вот. На текущий момент получается, ну, веб-компоненты не изменились примерно с года 2016, как была последняя спецификация и ничего нового не появилось. Вот. Ну, хотя обещание и то, что заявляли, ну, то, что заявлялось в А3C, то, в принципе, должно было заменить полностью нам сами, ну, любые фреймворки. И мы могли бы писать на числом JavaScript с HTML или CSS и делать продукт, ну, какие-то прогрессивные веб-приложения. Ну, не просто прогрессивные, а просто новое, модерновое веб-приложение. Вот. Хотя, возможно, это просто ожидание, а сама подоплека была в том, чтобы просто упростить жизнь, сделать какие-то реализабельные компоненты и возможность их создания. Вот. Поэтому, получается, как веб-компоненты в соло использовать сейчас очень сложно, они не готовы к тому, чтобы именно были в отдельности и в вакууме жили. Поэтому приходится, ну, зато они хорошо, наверное, должны работать с какими-то другими фреймворками, там, того же самого React, в котором можно внутри использовать те же самые веб-компоненты, которые вы будете создавать. не создавать React-компонент, например, а вместо нее использовать уже кастомные. Вот. Как я уже говорил, проблема в том, что у нас атрибуты — это только строчные значения, и поэтому обменное прокидывание каких-то значений с parent, child и так далее получается очень сложным, потому что у нас только можно строки или, ну, примитивы. Дальше приходится изобретать, как прокинуть что-то более сложное, как-то применить события и тому подобное, поэтому приходится использовать там тот же самый полимер, там, или же Angular, или же B1, вот. Вот. И в каждом из этих выходит по-разному, вы передаете значения. Вот. Плюс проблема в том, что DOM API не очень удобен для работы, и поэтому есть такая библиотека, например, как полимер для того, чтобы с ней работать. И нету какого-то определенного best practices и лучшего подхода для того, чтобы работать с компонентами, то есть каждый как хочет, так и делает, и это тоже порождает, использовать разные библиотеки, это порождает тоже свои проблемы. Вот. Ну, тут я описал просто, что у меня был этот какой-то декоратор, который применялся. И после этого я расстроился. Возможно, это ввиду того, что я не так много времени посвятил тому, чтобы разобраться более детально. Возможно, есть какие-то более удобные способы для решения этих проблем и работать с веб-компонентами. Но у меня была идея просто написать на чистом JavaScript и только использовать библиотеку Redux. До этого я еще применял попытки работать также с веб-компонентами, и чтобы какой-то State Manager я использовал, и чтобы он сохранял все значения, кажется, я не помню, это я использовал веб-воркеры и сохранял там, ну, историл там все свои данные. Ну, вот, что-то End написал еще. То есть, работа с веб-компонентами – это только поиск, как преодолевать разные запреты и проблемы, которые нам дает дом API. В принципе, у меня все, потому что я хотел рассказать это больше как о наболевшем. У кого-то есть какие-то вопросы? Меня вообще слышно? Я один остался. А почему грустно? Я почему-то никого не слышу. Мы тебя слышим. А, да? Я не хотел навести грусть, просто, возможно, это было больше из-за того, что… Как бы… Я хотел бы… Ну, я вначале подходил к этому докладу и к идее вообще веб-компонент… ну, веб-компоненты чистого веба. Я подходил с очень большим энтузиазмом, но когда начал капываться более глубоко, то оказалось, что очень приходится много делать своих велосипедов, костылять. Хотя, в то же время, у нас есть очень большие библиотеки уже готовых веб-компонент, которые можно использовать. Вот. Вот. Ну, пока вот такая вот ситуация, если вы пытаетесь разрабатывать, то есть возможность нарваться на очень много костылей и тому подобное. Так, я так понимаю, ты закончил? Я закончился. И вопросов больше к тебе нет. Вопросов даже нет. Почему? Ну… В смысле, больше. Были… Были? Ладно, всё, я поняла, что я… Sorry. Не было вопросов. Я бы хотел услышать хотя бы один вопрос, возможно… Ребят, у вас есть вопросы? Контронус. Просто люди уходят. Нет. Я поняла. Вопросов нет. Спасибо за доклад, но актуальность просто веб-компонентов, судя по твоему докладу, на сегодняшний день сводится к нулю в свете, в свете того, что есть фреймворки, которые полностью расширяют и дополняют функционал только лишь для того, чтобы сказать, я стильно, модно и молодёжно использую веб-компоненты. Да. Вот так вот и есть приблизительно. К тому и свелось всё. Ну, то, что я… Это мой, на самом деле, вывод. Вот. То, что… К чему я дошёл. Ладно. Если в этом пришлось бы разрабатывать, используя чисто веб-компоненты, то я бы не согласился бы, наверное. Потому что у веб-компонентов слишком большая универсальность, и надо писать реально очень сложный и всеобъемливающий IP, чтобы хоть как-то их… Ну, то есть надо делать, выборя свой фреймворк на веб-компонент, который будет… Ну, для нас это уже сделано даже, на самом деле. Ну, написал ты веб-компонент, сделал ему хороший IP, вставил его в другой проект, и тебе всё равно надо IP менять, как-то подзатачивать всё. Это… Да. Вся универсальность… Сдула. Вот. Я… К чему что? Пока что есть… Пока есть фреймворки… Да. Можно было, конечно, пустить веб-компоненты, если, допустим, люди на реакте и на ангуляре, да, как-то их объединить. Но, как показывает практика, никто не хочет у себя солянку из фреймворков на проекте. То есть либо реакт, либо ангуляр, либо вью, раз уж так пошло. Да, спасибо. Как-то так. Если всё, я благодарна тебе за сегодняшнюю презентацию. Да, простите, что там получилось не так долго, просто, ну, как бы, тема… И грустно. Ну, грустно, поэтому мне было уже грустно в конце. Должно было всё получиться очень весело. И здорово. Да, когда я к этому подходил, когда только начинал, думаю, сейчас как будет вообще, просто пушка, ракета, бомба, и всё. И как Лилан Маску, там сидел бы и курил. Но не получилось. Поэтому и был как Леонид Аркадьевич. Ладно.